Всем привет! У нас сегодня 10 декабря. Высаживают цветочки, а мы едем снимать новое интервью про новый переезд. Всем привет! Знаете что? Я хочу вам что сказать. У меня новая одежда, новая фотка еще, у меня футболка и штаны такие же. Мы приехали. Да, у вас тут у всех прям вот такие все, молодцы. Кидай. Не знаю, в траву я сакинешь, чтобы мы потом выходим. Идем. Какой у вас подъезд, какой венок вообще пушистый. Класс. Заходим. Ну, рассказывай сразу, что почем. Нет, ну, в смысле, что почем. Ну, вы же снимаете или купили эту? А, я снимаю. Снимаем. Да. Почем? Сколько комнат? Не ожидала? Я не буду. А ты как думала? Ваши творческие планы? Ага, конечно. Конечно. Нет, людям интересно. Сколько надо денег с собой брать, когда едешь в Америку? Смотри, ну, там царство Саурона, туда мы не ходим. Так, сколько спален? Три спальни. Раз, два. Это детский санузел. Так. Ну, это как бы крылья. Три спальни. Три спальни? Окей. Мы сейчас будем разговаривать и будем параллельно что-то делать. Да. Из? Пластичного серебра. Пластичного серебра. Да. Это у тебя прям тут рабочее место. Сколько у тебя тут всякого интересного. Я еще все убрала. Тут так все навалено у меня обычно. Ну, и не благодари. Да, да. Гости уйдут, а порядок останется. О, это вот моя мама, мимая, душа моя. Видишь? Да, это у нас Юля выступала в этом году в мюзикле, на который я так не попала. Это вообще, это так было классно. Расскажешь. Я все собралась, собралась, но мне не хватило вот этих вот несколько дней, потому что там была очень сложная система покупки билетов. Да, там была. Сейчас Марина будет собирать браслет. Смотри, у меня есть всякие бусины. Мы тебя сейчас спасать. За любой стол, какой ты хочешь. Для того, чтобы ты здесь выложила бусинки и видела, как у тебя все это будет. То есть, например, там вот ты хочешь такую, потом вот такую. Там, ну, любую, да? Там вот ты выкладываешь, который мы сейчас размер тебе определим. Так, давай. Это японские размеры, не так что особо не думаю об этом. Просто удобная бумажка, трафарин. Мы смотрим вот по этой черной линии. Вот как-то так. Но поскольку кольцо у нас сжимается, когда мы его обжигаем в печи, то нужно делать в глине, нужно делать где-то на размер побольше. Это так и называется палка. А это называется ригель вообще. Ну так ты же говори, как будто-то все знают. Да. Или наоборот, как будто все не знают. Мы смотрим. Ну, на большой палец где-то, наверное, у тебя девятый размер. Наверное, мы будем делать колбаской, не плоской. Есть колбаска, есть плоская. Вот это вот, как я догадываюсь, плоская. И вот это вставки, которую можно обжигать в печке. В этой нельзя обжигать натуральные камни. Там очень высокая температура. Давай мы сделаем кольцо и напишем там грин карту. Супер. Давай. Кстати, вот это прям, ты прям четко, вот, по вот этим всем вебинарам, которые я слушаю, короче, нужно именно на левую руку, серебряную, на большой палец. И написать грин карту. И решим, как бы жгарим, намерим. Вот и все. Вот так делается грин карта. И у тебя получается, вот уходишь с котелом колечком. Так, а что это за камни? Это наноситал, это синтетически произведенные. Специальные для этих дел? Да, для обжига, да. Ну, интересные. Серебро в виде пластилина. То есть компания Mitsubishi, это японская технология, когда-то, там, много лет назад, озаботилась, это как, знаешь, осознанное потребление, озаботилась, куда девать остатки от вот всяких утилизированных машин. Там много было серебряных деталей. Ну, именно мелких таких карбюраторов, там, где-то, ну, точно я не знаю, но, в общем, это в тот план. Вот. И они решили их перерабатывать вот в такую вот серебряную клюну, из которой потом люди могут делать украшения. Ну, это реально пластилин. Семь грамм. Девяносто два процента серебра. Да. Остальное это пластификаторы. Вот оно, вот как оно выглядит, вот так вот просто реально таким комочком. А, знаешь что, нужно помыть руки. Вот и приехали. В общем, смотри, катай колбаску. И потом, не бойся. Пока, короче говоря, мы ее не обожгли в печке, с ней все можно сделать. Это пластилин. Да. Поняла? С таким равным давлением. Кручу, верчу. Грин-карту хочу. Сейчас будет такой тонкий момент. Так, все у нас соединяется отлично. Пальцем, таможной кисточкой. Юля говорит, это глина выпускается в трех видах. Паста, она посыхает, но чуть-чуть ее можно всегда... Паста, глина и шприц? Да. А что ж, шприцы жидкие? Шприцы, знаешь, когда делают какие-нибудь вензеля, нужно сделать, кстати говоря. Да, да, у нас уже все придумано. У тебя прям все есть. Ну, слушай, я инструктор. Так, а ты вот это все для чего это училась, затеяла? Слушай, я хотела делать сначала я для себя, а потом я хотела делать мастер-классы. Ну, точнее, я их делала в Москве. Ты в Москве уже начала этим заниматься? Да, это я в Москве выучилась. И это самое, конечно, что такое, что это Суша. Когда мы уже начнем с тобой разговаривать? Ну, это прямо полноценный арт, понимаешь? Криво-косо. Криво-косо. На плоском удобно писать, она полноценный арт. Ну, знаешь, я простых путей не ищу. Ты видишь, у меня уже нет ни стыка, ни склейки. Ну, я же говорю, ты такая... Еще трогать нельзя, нет. Оно еще как пластилиновая дочка. Но когда мы запечем его, тогда можно будет потрогать, оно будет короткое. Хотя твой отпечаток пальца мне был бы приятен. Можно. Но это нужно делать сейчас. Ну, а ну давай. Потому что он высохнет, и все, уже такое тонкое нельзя будет сделать. Слушай, стой, стой. Раз пальчиком. Не бойся. Посиди меня. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Сделай мне такой вот отпечаточек пальцем. Ну-ка. Потом наш лопаточкой уже. Ты его главное зафиксируй. И тут уже можно вот, по-всякому. Еще мокренькой вот этой повозилкой. Чтобы он там хорошенько вывелся. Ну что, оно должно теперь высохнуть. Мы обычную такую плитку берем. Мы там и сушим просто. И сейчас вот. Что-то она у нас никуда не скатилась. Так. Это Юля. Юля проехал. Юля у нас из Москвы. Как вы переехали в Америку? Слушай, ну тут... Не, не так. Подожди. Юля. Ну, откуда? Какой состав семьи у тебя? Ну, мы переехали с мужем и с двумя детьми-подростками. Вот. Ничего интересного. Просто по грин-карте. Ну, как бы, скоро берется. Интересно. Интересно. Ну, мне даже сказать особо. Это вопрос. Выиграли грин. А сколько лет играли? Ну, несколько лет. А кто-то давал заявку с мужем? У меня вообще всем этим не занимался. А ты вообще собиралась приезжать? Ой, ты знаешь, я так тебе скажу. Мне и в Москве было прекрасно. И отлично. И прекрасно у нас все вообще было. Но просто в какой-то момент мы вообще-таки люди довольно динамичные. Мы это расценивали как какой-то шаг вперед. Ну, вот что-то новое, что-то интересное. Обнулиться в таком, знаешь, хорошем смысле. Ну, это не именно в хорошем смысле, да. То есть все как-то вот пойти куда-то на новую профессию и учиться. Ну, естественно, дети, там язык. Для них, конечно, перспектив гораздо больше. Вот. Так я не знаю. Ну, то есть, как бы, если бы не было этой возможности, ну, я бы у меня осталась прекрасной. Я уволилась из кожи для диспансера, но тоже, как говорится, по семейным обстоятельствам. Как это было там? Я была с Ахабилеем. Ты прям в курсе всех задачек? Ну, да, я кандидатный психолог. Моя диссертация – атопический термогист. И сколько лет ты проработала врачом? Ну, врачом я проработала, сколько, наверное, лет 10. А здесь не было мыслей? А, нет. Можешь позадить, я поработала? Да, на Ленинском, КВД номер один. Ну, сейчас это Московский научно-практический центр термотермированной инфрациями, тоже молодыми специалистами. Такой коллектив прекрасный у меня был. Ну, в общем, я не могу. В общем, ты рекомендуешь. Я, в принципе, в Москве. Я вообще не могу пожаловаться. Болеет чем? Ну, чем угодно. Там, стариаз, атопический термогист. Сейчас мы вернемся к переезду. Как вы выиграли? Эмоция радости была? Или, блин, зачем вы на это? Нет, конечно, конечно. Я вообще люблю все новое. Я готова к каким-то всегда переменам. Я не люблю находиться в каком-то одной плоскости долгое время. Мне прям скучно становится. Хоть я вообще такая... Я вроде не особо такая энергичная. Мне вообще все тяжело, все лень вообще-то. Да? Да. Но потом на поверху оказывается, что я, блин, все время куда-то бегу. Везде впереди планеты всей. В общем, почему-то так оказывается, что я все время в каком-то движении. А, вы много путешествовали до этого? Да, мы очень много путешествовали. В Америке были? Мы были много раз. Тебе нравилось. Где вы были? А, мы были в Нью-Йорке, в Майами, в Орландо, в Колорадо, в Стан-Франциско, в Таран-Франциско. А я, знаешь, нравится видеть, я нормально сижу или я какая-то... Если ты сядешь полубоком, то будет меньше. Оп, оп, что же ты молчала, блин. Ты же вот так вот, ну, самая широкая позиция. Вот, оп, оп, и плечи сюда, ты сворачиваешься, и фотографирование эта поза всегда здесь боком, бедра туда, а плечи сюда, и тут получается... А здесь оп, фигура числа. Вот я смотрю, знаешь, у меня еще майка такая широкая, но я сейчас буду тут как жарбовка. Вот там мой урок позирования, на секундочку. Было что-нибудь, ну, с учетом того, что вы много путешествовали, были в Америке, я так понимаю, тебя было сложно удивить, но было ли такое что-то удивительное? Потому что все равно путешествие это путешествие, это одно, а жизнь это другое. А вот всегда, когда меня спрашивают, что же такое вот это прям там нравится, я называю три вещи. Погода. Я просто балдею вот от этого солнца, от 15 градусов днем в декабре. Сегодня 15 градусов. Это просто вот, это первое, и огромное. Вот просто огромный плюс. Второе, это, как ни странно, еда. Тебе нравится тучки, да? Мне нравится еда. Мне не нравится, как в ресторанах готовят, нет, я не про это. А вот, ну, про продукты. Знаешь, я как, вот когда тоже все так смотрят, я говорю, вы знаете, я, ну, как бы, зимой здесь, там, школу клубнику не кладала. Это да. Вот, просто. Ну, как малина, малина. Да, вот, понимаешь, несмотря на то, что в Москве все есть, и клубника тоже продается, и, ну, вот почему-то вот. Ну, она здесь доступна. Она нет такой разницы, разницы плена. Цена, может быть, вкус, я не знаю, как-то, может, даже, ну, не принято, там, какую-то маленькую коробочку, ну, не знаю, вот просто факт, просто факт. Вот и все, вот и все. Даже можно ничего не говорить. А третье, наверное, я имела в виду... Бережь, что-то изначально. Третье не было в виду. Слушай, наверное, про детей я, наверное, хотела сказать. Ну, мне нравится. Да, наверное, это, наверное, не наверное, а точно, да. Это то, что школа, мне нравится, мне нравится, что мои дети заговорили на английском языке, как на родном. Что здесь совсем другая атмосфера в школе. Многих русских мамочек это пугает. И хочется, что отдают еще в 17 тысяч секций куда-нибудь, чтобы, потому что... А, ну это у нас тоже есть. Есть у тебя такое? Есть у тебя такое, что вот они прям слабенько учатся, надо им побольше выпихать. Ну, знаешь, как я тебе скажу, мы приехали первый год, это был middle school, это реально было очень... Контрастно. Это было очень легко в плане всех остальных предметов, там математика какая-то вообще, я не знаю, очень простая. Но это было нам на руку, чтобы адаптация у них прошла, язык, чтобы они втянули, чтобы им было легко в принципе по предметам, чтобы они въехали больше в музык и в... во все остальное. Вот. И... А потом, когда они уже пошли в хайску, ну, сейчас я бы не сказала, что у них легко. У них там нормально. Сколько стоит тут? Теннисом? О, тут такие разные цены. От 35 долларов, например, за час с инструктором, до там 70-80. Это зависит от... Идешь ли ты в теннис-клуб, где надо еще мамбарши платить. Либо ты договариваешься с тренером индивидуально, вы занимаетесь на паблик-корт. То есть это корты, которые бесплатные. Вот это у меня, конечно, тот год. Тоже еще... Ну, такие, знаешь, такие мелочи, которые мы не замечаем вообще. Ну, как бы в Америке вот нет ничего такого вау, там, блин, офигеть. Ну, вот ничего такого нет. Нам друзья приезжали, мы такие, блин, ну... Деревна. Прикольненько, нормально. Родители тоже мои приехали такие, а, ну, это типа как до Маденова, да? Мы такие, ну... Допустим. Допустим. Вот. То есть здесь реально нет ничего такого прям в обрак, от чего упасть. Особенно в Шарлоте. Да и в Нью-Йорке, знаешь, что-то я оттуда вообще... Последние два, две мои туда поездки, я просто уже... Думаю, господи бог, и я хочу домой. Сюда. Вот. Я тебя напередила, потому что ты вела, что Америка на мелочах. Да. И вот всякие мелочи. Вот, например, я не ищу парковку, когда я приезжаю домой. Блин, в Москве это было... Просто это был КВ. Нужно было приехать, я не знаю, там, обязательно до четырех часов дня и забить уже место. Потому что если ты приезжал, там, часов в семь-восемь, ну, ты, блин, конкретно, ты искал вот место, и это каждый, ну, каждый меня поймет. Вот. Сейчас вообще уже многие мои, там, подруги, и все, они говорят, слушай, вот если не выезжать на дачу или куда-то, в принципе, машина в Москве, это обуза. Потому что ты на ней никуда не можешь поехать, и метро, и такси всегда удобнее, потому что тебе не надо нигде искать парковку. Ну, в общем, знаешь, паркинг, вот мы ходим, мы же еще по воскресеньям ходим, у нас клуб по спортивной ходьбе. Это сумасшедшие эти жаворонки. Да. В семь утра они уже ходят. Не в семь, девять, не надо. Вот. Да в восемь. Ну, восемь летом, потому что жарко. Ну, так в семь хотя бы, значит, вы встаете. Ну, да. Ну, раз в неделю. Ты не представляешь себе какой-то кайф. Угу. Ну, вот. Так, и здесь, здесь вот эта погодно-природная возможность ходить, вот эти хайки делают, такие небольшие. Это, конечно, просто вот такое счастье. Это просто счастье. Давай негативное открытие для тебя в жизни. Дороговизна телефона. Вот это меня просто вообще убило. Сколько вы платите? Слушай, мы платим где-то, наверное, 150 долларов за троих. И у дочки у меня отдельный тариф, потому что у нее часы. Целлюля в часы. Ее там тоже где-то 80. А что это дорого? Вот так. Ну, часы Apple тебе стоят 10 долларов. Ну, вот так. В общем, это... Это какая у вас есть? У нас Verizon и ее AT&T. Ну, потому что Verizon сказал... Ну, в спринте 10 долларов. Ну, там, слушай, вот про негативные моменты. Вот тебе так везде скажут, нам тоже везде там. Да, это будет 10 долларов там или 15. А в итоге, в итоге потом оказалось, когда тебе приходит шут. Ну, я тебе говорю, у меня контакт, у меня просто контракт, я знаю. Мы, наверное, год занимались вот этой сотовой связью. Мы пробовали так, мы пробовали сяк. Мы ходили, разбирались, почему там не так, как нам обещали. Ну, и так далее. В общем, в итоге мы уже думаем, ладно, уже как есть. Потому что все равно выходит, извините, за мой французский наёб в конце. Там всякие фи, там налог, там страховка. Да, фи, таксы, страховка, unlimited data, то-всё. И в итоге, в общем-те, говорят... И сколько вы за себе платите? Ну, наверное, где-то 200-200. Слова какие-то или символы, что угодно. Вот. И тут вопрос, что я не знаю, чтобы помнить силу, чтобы её не сломать, как бы, с другой стороны, а с другой стороны, чтобы не царапать. Я буду царапать своими заклинаниями ледницкие. А, микрофон забыли. Расскажи, пожалуйста, как ты решила поменять профессию? Я поработала врачом. В какой-то момент просто, ну, как-то всё, там, прошлось в одной точке. Там же дети немножко подросли в такой возраст, что нужно было их возить там на всякие тренировки. Нужно было там разорваться, сразу быть в 150-м местах, ну, как всем мамочкам. Работа не вписывалась в этот прекрасный график. Английский, это где вы учили? О, английский. Я учила всю жизнь. Спасибо моим родителям. Вспоминаю просто это каждый день, да. Или хочешь, ну, я поспорить. И с тобой подружки. Красота-то какая. Скажи. Ну, и, в общем, как бы родители очень поощряли эти мои занятия английским. Я ходила на разные курсы, ездила. Короче, у тебя не было шоком, если в комнату ты приехала с тобой. Да, я приехала с языком. А муж? Тоже. Он начался тоже в английской школе. Слушай, а ты здесь ещё отучилась, ты устроилась, работала. Я ещё, да, я учусь и работала. Так вот, расскажи. А, ну, вот. Когда я приехала, я уже в Москве начала вот эту украшенческую деятельность. Я отучилась сначала на серебряную глину. Это вообще случайно попалось. Я просто... Это вот то, что я вчера занимаюсь. Да, да, да. Я просто скролила там ювелирные курсы, там курсы ювелирного дела. В принципе, у меня в планах было дальше, там я хотела пойти на дитю, на классическую ювелирку. Ну, вот эта школа мне попалась, арт-клей, такая интересная, необычная, не согласись. Интересная информация. Да. Ну, вот. В общем, вот такие мастер-классы сделала наша школа. Что такое самое вот интересное, это драгоценные камни вообще. Вот работать с камнями, ну, нет, камни нравятся невероятно. Я чувствую какую-то космическую себя, по-видимому. Гемологический институт Америки находится в Америке. В Нью-Йорке есть, да, как-то, странно, чудеса. В Нью-Йорке есть филиал, вот в Diamond District, где производится обучение на гемолога. То есть, диплом градоид гемологи – это самый, вообще, крутой, кассируемый в мире. И ты там отучишь? Я учусь, я в кассе. Онлайн. Я езжу на лабораторные классы. Вот сейчас из-за ковида я должна была сентябре ехать на цветные камни, но там где-то пост отдых. За ковидом. И сколько там учиться? А, ты знаешь, там тебе дается курс. В общем, структура такая. Чтобы получить Redoid Chemology, ты должен закончить Diamond Graver, Colored Stone Graver – это по цветным камням, и Gem Identification Course – самый такой, наверное, нужный. Ну, самый такой, он самый длинный, самый тщательный. Когда ты уже работаешь с аппаратурой, с микроскопом, с всякими там приборами, которые определяют теплотулками, там, отражение, спектр света, отражающего вот это все. То есть, сначала ты должен пройти базу, получить Applied Jewelry Professional. Это я сделала. Потом отличиться на Diamond Graver. Тоже, да, у меня. Каждый такой курс… По бриллиантам ты отличилась? Да, по бриллиантам я отличилась у меня диплом Diamond Graver. Это что ты можешь не делать? Я могу определять… Ты можешь невооруженным глазом увидеть бриллиантами? Невооруженным глазом никто не может, даже самую так не думаю. Ну, если там это, конечно, прямо совсем, кварт или бриллиант, конечно, можно отличить. А если это какая-то хорошая такая синтетика или имитация, то нужно все-таки… Сваровский это или бриллиант. Да, можно отличить. Сваровский и бриллиант. Вот. Ну да, есть бриллиант. Я тестировал. Да. Сваровский, да. Сваровский, да. Ну, может быть, эффективного качества, какого они тогда были представлены, но меня это совершенно не расстроило. Вот. Потому что бриллианты и бриллианты. Вот. Ну, как бы… Я очень много узнала вообще классного, интересного и прочего. Что, собственно, меня это подвигло вести свой блог про украшения, про камни, про украшения, это очень интересно. Какие-то мастерские заказы. Вот. А… То есть сейчас я на… Учусь на святыми камнями. Сколько тебе еще учиться? Вообще, мне осталось, на самом деле… Если я… Вообще, у меня этот курс до… Они сейчас из-за ковида продлили до аж октября двадцать первого года. Но у меня… Я уже почти его весь прошла. У меня осталось там пять. Глав и лабораторный класс. Вот это главное я должна буду учить. Сколько по времени там? Я могу уложиться и в три месяца, а могу и на год это рассмотреть. Это от меня зависит. Сколько стоит он обучение? Каждый такой курс стоит в районе полутора-двух тысяч. Эта информация вся открытая. Можно зайти на сайт. Да, то что идет туда. Ты расскажешь нам. Ну, я имею в виду, что это не секрет. То есть каждый такой отдельный курс, он стоит там от полутора до двух тысяч. Сейчас, во время ковида, вот этот начальный курс на Applied Guru Professional, они вообще сделали бесплатный. То есть многие, кто просто уехался, получили это. Ну, я-то училась уже два года назад, как бы. Мне не почерпили бесплатно его пройти. Вот. И лабораторные классы тоже они стоят около полутора тысяч за неделю. Но ты приезжаешь, и ты находишься там по 8 часов каждый день в лаборатории, сидишь с этими камнями, смотришь на транспорт. Хватишь отдельно за проживание? Да, и билеты, да. Ну, тебя муж поддерживает? Да, меня муж поддерживает вообще во всем. Ну, ты прям вообще удачный за все время. Да? Ну, я маму, пожалуйста. Конечно, задумывалась. Я всегда об этом думаю. Ну, это классно, когда так муж поддерживает во всем. Он прекрасный. Он просто… Можешь передать привет. Будешь смотреть это? Нет, потому что… Он вообще… Так, ну, мне кажется, я тут уже не царапала, можно уже затыкать. Это очень сильно. Помнишь, Днева с тобой? Это не попадает. Если дотронуться, то вся рука сгорит. Поняла? Поэтому даже не в ту сторону не ходи. Окей? А чё ж я не снимаю? Сейчас, сейчас, сейчас. Мне нужно… Вот пока она еще холодная, 70 паренгет, я могу показать внутри. Это специально, видишь, как она сделана. Это не сгораемая штука. В общем, нагревать мы будем до 800 градусов Цельсия. Обалдеть. Там можно по частям труб сжечь, да? Ну, вонять будет капец. Ну, мы, когда ее первый раз прожигали, здесь такая была вонь, просто акция. Это… Примирите. Так. Померяй аккуратненько. Большое. Оно чуть-чуть ужмется сейчас в процессе запекания. Ну, оно нормально ужмется, оно не смотри, какое большое утро. Дофига большое. Ну, оно на размерчик ужмется. Угу. Если, короче, оно будет все равно велико… На левом снизу. В Кендер Скотт или где-нибудь продается секьюрити ринг, когда такие силиконовые… Кендер Скотт? Я тебе скажу. Что это? Это где вот я работала. Следующая история. Такие силиконовые просто прокладочки, они кладутся внутрь кольца и все. Окей. Ну, оно ужмется. Посмотрите вообще. Наждачкой вообще обрабатывает. Что, камень выпал? Ах, камень выпал. Плохо вдавило. Где он? Сейчас мы его… Придется, блин, опять сушить. Пока ты скребла… Да, это, знаешь, такое дело… Эх… А где он? Он же только что был. Здесь прям, да? Да, он был только что. Это потому, что нет никакого образования ювелирного. Точно. Вот так вот бриллиантик выпадет. Ой, знаешь, как там вот это в лаборатории, когда мы… нам же настоящие бриллианты там давали. И… Короче, один… Ну, бывает, что он прям отскакивает. Ты пинцетом его уберешь, он такой… И все. Все, все-все прекращают делать. И как бы мы все сидим, не двигаемся. И наша вот эта преподаватель, она ходила и его искала с фонариком. Ну, всегда она ходила. Просто она говорит… Он же здесь… Должно быть какое-то покрытие, должно быть… Да. Ну, там пол такой. Мы, когда все, допустим, выходили, она подошвы у нас смотрела. Ну, потому что вдруг мы наступили, он там прилепился. Ну, как бы логично, что… Это здесь? Ну, в Нью-Йорк. В Нью-Йорк. Да. Логично, что он упал, он где-то есть. Он не исчез, там не пропал, не испарился. Просто нужно искать. Ну, вот. Находили ни разу такого не было, чтобы не находился. А можно потерять один и найти другой? Запрещено было приносить, например… Ну, давай, да. Стекляшки. Ты знаешь, очень, ну, прям четко так все было. Расскажи про безопасность, что там такое? Ну, во-первых, когда ты туда приходишь, у тебя проверяют все документы, тебе дают такое ID, ну, вот на эту неделю обучения, допустим, на которое ты пришел, там куча вообще всякой security. Ты заходишь… Проверяют криминальные рекорды? Да, я думаю, что да. Вот. Когда проверяют заранее. Понятно. Когда я подаю документы на это обучение, там, блин, чего только не спрашивают вообще, просто кучу всего нужно сдавать. Потом ты туда заходишь, там, значит, снимать нельзя, свои бриллианты приносить нельзя посмотреть. Она дает тебе, каждому, она дает в таком пакетике бриллианты с номером и написаны его характеристики. «Привет». Там… «Радио». Ой, да? У тебя расп… Угу. 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 Какая она горячая. Угу. 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 Давайте я переверну, это не той стороны. Отходи, отходи. Марина, отойди. Угу. Боже, как жарко. Отойдите, отойдите. Ой, боже. С телефоном поближе подходить, расплавится сейчас. И засекаем десять минут. Юль, ну что ж ты в этом так макнула? Да ничего страшного. Они уже, знаешь, такие бывалые, тут уже всякое с ними. Вот этой стороной, может, надо? Не знаю, мне кажется, это еще хуже. А может, сейчас попробуем. Главное, просто не держать, видишь, я чуть задержала и тут же. А если быстро? Быстро-быстро, Марина, вот там вот даже не подходи сюда. Да, дай 10 минут. Это книга, по которой Юля училась. Вот это вот характеристика описания бриллианта, да? Угу. С одной стороны. Вот тебе дают камень, у него уже указано там на таком маленьком талончике, вот, во-первых, его номер записываешь, она тебе дает по номерам камушек, и уже указаны его минимальный, максимальный диаметр и глубина. Это такие основные параметры. Но это как лабораторная работа, если тебе приходят, допустим, оцените мой бриллиант. Конечно, сейчас так никто не делает, все делает аппаратура. Ты кладешь в компьютер, и все это делается. Но, как гемолог, ну, ты должен представлять, как все это и, в принципе, уметь это сделать в полевых условиях. Потому что, если ты где-то на месторождении, условно говоря, у местных покупаешь камень, ты должен как бы, ну, хоть как-то все это представлять себе вообще, сколько примерно стоит камень, который ты держишь в руках. Ты оцениваешь все вот по этим параметрам. Размер. Размер. Вес. Все тут на всех страницах одно и то же. Нет, 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 нет. Там очень все. А где вот эта аппаратура? Аппаратуру ты будешь покупать? Аппаратуру мне нужно будет покупать. И это будет входить в курс Gem Identification. Там будет какой-то самый простой микроскоп. Я не знаю, можно ли будет купить там какой-то другой, сложнее или что-то. А меряет световой спектр. То есть там будет ряд таких вот обязательных, ну, как к курсу обязательные предметы, которые ты должен приобрести. Вот. Габриллиантом такого не было. Нам просто все это выдавали на месте. Мы пользовались микроскопами GIA, камнями, соответственно, GIA и все остальное. Там плюоресцентная лампа у нас была одна на класс, потому что, ну, мы подходили и сами смотрели свои камни просто по очереди. Юль, что вот здесь за две картинки? Почему вот это неправильно, а это правильно? Потому что здесь остренький уголочек, а здесь не такой остренький. В общем, в зависимости, это оценка угла вот этого вот угла. Ты смотришь, какой угол видишь вот этот между пинцетом и вот этим вот. В зависимости от этого бриллиант может быть, может выглядеть более ярким. То есть лучше отражать цвет, если огранка, ну, как бы лучше, да, либо хуже. И тогда он не будет так блескать, так сверкать, отражать цвет. А сколько тут зарабатывает вот эта профессия, которую я не могу выучить? Слушай, я смотрела в интернете. Во-первых, это зависит от того, где ты работаешь. Можно работать гемологом в Тиффани, например. Вот там, наверное, зарплаты какие-то большие, ну, хотя я не знаю. Ну, от и до, ну, приблизительно. Ну, приблизительно 1060 в год. Вот. Это если работать именно где-то в компании. А если ты такой, знаешь, индивидуальный дилер, ну, то есть у тебя свой бизнес. Ты, допустим, сотрудничаешь с ювелирами, которые делают ювелирные коллекции дизайнерские по какому-то индивидуальному дизайну. Ты сотрудничаешь с дилерами, которые края на биржах. И ты такой, знаешь, как посредник. То есть тебе, например, делает заказ твой какое-то кольцо или какие-то серьги или что-то по его дизайну. И для этого ему нужны определенные камни. Да что там говорить, невооруженным глазом в принципе одинаково. Могут стоить, ну, на 10 тысяч долларов может быть разница. И это будет зависеть именно от характеристик. Вот цвет, чистота. То есть ты вот так на руке в кольце и не заметишь, что он там чуть желтоватый или что у него характеристики чистоты какие-то хуже. А цена будет очень сильно отличаться. И вот как бы задача в таком случае дилера, гемолога связаться с теми, кто камнями этими торгует и найти вот правильный камень. Чтобы он соответствовал цене, качеству, характеристикам и подходил в изделие. И устраивал как того, кто это изделие делает, так и покупателя, который изделие заказывает. Ну, такая на самом деле творческая, классная. Ну, ты знаешь, такая моя идеальная работа в моем представлении. Я вообще, честно говоря, конечно, это я устроила здесь в один ювелирный магазин летом. Помнишь, я рассказывала? Весной, по-моему, нет? Или весной? Я уже не помню. В общем, именно с этой целью, чтобы с их гемологом там рядом посидеть и посмотреть просто камни, знаешь, попрактиковаться. Посмотреть изделие, посмотреть камни, но что-то это оказалось такая, знаешь, немножко монотонноватая работа, потому что на самом деле они не делают вот это все так тщательно, как нас учили вот на этих занятиях. Они примерно так на глаз, знаешь, оценивают. Ну, как-то, знаешь, я ожидала, что… Это ты работала в ювелирном магазине, там где золото прям? Да, вот где золото, камни, да-да-да, вот они заказывают. Мне вот хотелось понять вот эту всю кухню, где они берут камни, знаешь, мне казалось, что это что-то такое творческое. А они, оказывается, просто… У них там есть контакты на бирже в том же Нью-Йорке, в том же Diamond District, где я училась с сертификатами GIA в Израиле на биржах. Они просто там говорят, нам нужен там такой-то, такой-то идей, им присылают. То есть просто под характеристики. То есть никто там не ездит, не смотрит, не выбирает. Ну, в общем, как-то… Было разочарование. Немножко я… Я немножко разочаровалась, да. Вот. Единственное, мне нравилось общаться с покупателями, именно что-то им вот рассказывать, советовать, особенно, когда кто-то попадался такой, знаешь, который там… А это вот из чего, а это вот как, а это для чего. Вот это прям мне очень нравится. Какой-нибудь занудный покупатель – это твоё, да? Ну, да, можно и так сказать. Знаешь, после того, как ты поработаешь, где я работала, это вообще просто тьфу. Вот. Знаешь, под запрос, как говорится, кому интересно про энергетические свойства – пожалуйста. Кому не интересно и хочется просто быть там модным, классным. Или кого интересует именно металл и камень как стоимость. Хотя, ну, как бы, украшение с бриллиантом – это не инвестиция вообще ни разу. Ну, если это, конечно, не пятикаратный цветной натуральный бриллиант. Всё это просто эмоциональные покупки, такие, которые нас радуют, которые дают нам такой эмоциональный просто подъём. Ощущение роскоши. Ощущение роскоши, да. В общем, просто вот мне хотелось посмотреть с изнанки, как вообще это работает, какой у них, ну, что они вот делают в течение дня, да? Вот они пришли на работу, что там происходит вообще? Такие тут интересные украшения. Да. Вот эта девушка, она, вот эта Лиза Урла, она вообще, она вообще тоже русская, ну, как из России там, там родилась, но сейчас она живёт, по-моему, в Лондоне и там чуть-чуть. Какая ещё тут интересная книга? Слушай, ну, мне вот, вот это интересно, это как раз про свойства камней. Да, да? Чтобы картинок было побольше. А, тут хорошая картинка. Это как раз про свойства камней книга американская двадцатого года. Вот тут про всякие вот эти healing benefits. Это очень интересно. Ой, как красиво. Да, да, да. Ага, так, сейчас готово. Давайте. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. И вот видишь, ты можешь прям внутрь, ты видишь? Оно белое-белое. Белое, белое вообще. Ага. Чудеса какие-то. Ай, ай. Ай. Так, мы подходим. Вот видишь, оно белое-белое. Ага. еще барина отвлекла и вообще так ну пусть она полежит камень не выскочил то вроде нет посмотри вот и нет я просто тебе покажу вот она белая из печки это окалина пленка которая образуется процессе обжига и вот мы и начинаем такой металлической щеточкой счищать вот видишь что видно уже настоящая серебро полировка делается давай еще это тоже интересно кстати заснять надеваешь вот такие очки так она мне сейчас не сотрет отпечатки пальцев может так оставить ну хотя нет 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 это очень такая деликатная полировочка переходник немножко еще и жраны и у меня видишь российской розеткой о боже боже как-то его тут вставляешь а сейчас я принесу меня это такой переходник транзистор не знаю хочется сказать это слово вот просто вот смотри его так делаешь полировку ты сейчас просто увидишь насколько вот этот участок отполированный будет блестеть видишь видишь да я вижу хочу ли это а ты знаешь некоторые некоторые любят такое матовое так вот я думаю мне кажется ну смотри смотри это как риса по желанию хочется конечно машинку испробовать может быть мне надо не все а чуть-чуть и чуть-чуть денег потому что мне нравится лишь меня даже ногти матовые многие любят матовое серебро я знаю а ну давай пока открывай свою пандору как бы такое что я делала сама и бижутерия моя что ты делала сама покажи что я делала сама вот эти сережки у меня есть такая зеленая кофта они очень круто смотрятся вот эти вот эти вот эти это как российский флаг я делала чемпионат мира нет это конечно я сделала вот это я люблю ведь я помню да но это не сама вот вот эти вот эти вот эти вот эти синие такими нравится вот эти с кожи с кожаными это было модно вот прошлом году мне кажется такие кожа на бархатные все все эти хендемейты делали да вот это я сама сделала как у меня все валяется это конечно помогу он видишь тоже уже потемнел осьминог от такой чокер на море кольцо мне нравится тоже можно гляну конечно ну это я не сама делала но это с натуральной друзой кварца на крутой это я купила это вот винтаж тоже знаешь в этом слипе поэт я купила это кстати крутой такое ожерелье и клипс винтажный магазин ну он антиквар на винтажный там мал это я сама сделала кстати вот это из 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 серебряной глины покрытое чуть-чуть золотом маленькая пластиночка золота у меня было это кулон это я сделала сама просто из серьги пандоровского шарфа ну что-то такое наборное да это сваровский это эрик это мой друг а еще вместе вот пела углу так ну что мы все закончили мы все сняли у меня есть теперь кольцо большое но юля разыска знает секрет как его сделать как раз пришлешь мне да да ну с размером это часто это понятно так в общем мы все закончили юля спасибо спасибо спагетти и будем ехать домой спасибо очки пока пока